Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады встрече с нашей доброй уже гостей. Елена Юрьевна Овсянникова, директор регионального центра финансовой грамотности. Здравствуйте, Елена Юрьевна! Доброе утро! Доброе утро! Ну что, давайте поговорим об экономии. Сейчас она наиболее актуальна. Как вообще экономить? Да, как экономить? Когда ты сидишь дома? Давайте просто вот прямо с приземленного. Люди выходят в магазины, и кто-то покупает сразу на неделю, а то и на две. А то и на месяц. А то и на месяц, да. И есть люди, которые ходят в магазин каждый день. По чуть-чуть, но как бы вот правильно, мне кажется, чтобы не выбрасывать потом продукты. Что лучше? Чаще или реже, но больше? Ну, у каждого будет свой путь, что называется. И в том, и в другом варианте есть и свои плюсы, и свои минусы. И давайте вот сначала ответим на вопрос, когда мы можем сэкономить, когда речь идет о продуктах. Вот в сегодняшней ситуации первое, наверное, с чего нужно начинать любой процесс экономии, это с информации о том, что у вас есть. Вот вы делали какие-то запасы, там, гречки и так далее? У меня крупы стоят всегда. Я не делала, честно. Но больше, чем обычно. Нет, больше, чем обычно, нет. Больше, чем обычно, нет. Но у нас наверняка есть жители, которые затарились так прилично, и гречка и так далее. И здесь возникает первый риск, который связан с хранением. То есть мы, во-первых, должны посмотреть, что у нас уже есть. Потому что у каждых продуктов есть срок годности. И основная проблема очень запасливых заключается в том, что они не успевают сэкономить. На чем они могут сэкономить? Когда вы покупаете оптом, то есть, соответственно, у вас цены будут меньше. Ну, соответственно, меньше цены, большее количество. С другой стороны, вот эти вот дополнительные запасы, если они не съедаются, то есть они выбрасываются, оптимальный вариант, если они портятся, и вы хотя бы их переводите в благотворительность. То есть вот у вас была в бегущей строке потребность у многих там приютов, в кормах, в том числе. Животных. Да, и здесь животные могут, скажем так, взять не очень качественный продукт, для них это не так критично. Но если вы этого не делаете, вы просто те деньги, которые сэкономили, вы выбрасываете. А значит, на круг получается дороже, чтобы купили изначально. Да, абсолютно правильно. С другой стороны, когда вы вот каждый день выходите или особенно выезжаете в какие-то магазины, здесь возникает, вот если взять по подобию с предприятием, так называемые транспортные расходы. То есть вы можете больше потратить на билет, и, соответственно, тот, кто реже ест, и, ну, покупает, он экономит и на транспорте. Это тоже может быть в том, что... Но, опять же, даже если свой есть автомобиль, да, все равно ты же тратишь на бензин. На бензин, да. И поэтому здесь вот транспортная составляющая, она тоже... Ну, если в шаговой доступности, как в 100 метров от подъезда... Да, вы не тратите, да. Но обычно, опять же, в большие, вот если какие-то, почему выезжают какие-то большие супермаркеты, потому что там есть... Вы там выбор больше. Больше выбор, больше экономия. Но с другой стороны, когда ты каждый день ходишь, ты же сразу вкусняшки берешь, которые в первую очередь съедаются. Так. Когда ты на месяц покупаешь, вкусняшки первые два дня съелись, и все, дальше гречка пошла. А вот здесь вот мы будем говорить о том, как желательно экономить, потому что, ну, вот для многих этот процесс будет мучительный, как процесс похудания там, да, что мы будем давать себе слово там и так далее. Вот может быть здесь как раз оптимальна та форма обучения семейному, что ли, бюджету, которая связана с графикацией. У нас в свое время был конкурс, который назывался «На свои 100 рублей, накорми 100 друзей». Аналог этого конкурса мы можем сейчас предложить нашим жителям. Так. Что, в чем он заключается? Во-первых, вы должны посчитать, сколько у вас продуктов идет, допустим, на, сколько вы можете выделить на питание. И сейчас, если вы понимаете, что у вас, ну, вот в принципе, есть определенная неопределенность в будущем, есть какие-то риски. Если мы возьмем даже вот вариант, например, 14 тысяч, допустим, 14 тысяч в месяц мы можем на питание сделать, мы делим это на 4 части, то есть 4 недели. И потом вы можете разделить эту сумму на 7 дней в неделю, вы получаете однодневную сумму, которую вы можете потратить на питание. А дальше может начинаться самое интересное. Вы можете участвовать в определенном конкурсе, даже в семье. Мне даже интересно, я сейчас посчитаю 14 тысяч. Давай-ка рассказывайте, рассказывайте. И в чем может заключаться? Всем же еще сейчас немножко скучно. Здесь можно скоперироваться с соседями, в сообществе. Сейчас, кстати, очень много таких процессов есть. И первый этап. Вы должны будете, исходя из того, что у вас есть, допустим, понимать, что вы можете покупать только то, чего у вас, естественно, нет в запасах, но при этом там разные могут быть варианты. Например, если мы там модель семьи, первый день вы говорите, что я хочу, чтобы у меня был, допустим, там обязательно была там курица, что-то с курицей блюдо. Задача, допустим, второго члена с ней посмотреть, что есть, найти в интернете, какие есть форматы из того, что можно приготовить. Да, что можно приготовить. И таким образом вот этот вот процесс употребления того, что у вас есть, то, что вы не можете превысить какую-то сумму, причем сумма реально может быть в критическом состоянии, вы можете поиграть. Посмотрите, я посчитал, 500 рублей в день. Да. 500 рублей в день. Но мы можем уменьшить, то есть мы можем сказать и 300 рублей в день. И здесь чем меньше сумма, тем больше появляется интерес, тем больше у вас проявляется креативность. Вот креативность, понимаешь? Да. Потому что одним из принципов экономии является умение, в том числе, приготовить. То есть если мы берем сам процесс продуктов, где мы можем сэкономить в момент покупки, и вот здесь вот есть как раз выбор, как часто вы покупаете, что вы покупаете. Еще раз говорю, общее известно, что можно сэкономить, с одной стороны, на том, что вы берете много, здесь может быть кооперация с соседями, то есть, пожалуйста, вам не нужно там, у вас есть свой лимит, у соседа есть свой лимит, но если вы взяли вместе там, допустим, два по цене одной. Обменят. Нет, мы здесь используем все правила в рамках коронавируса и прихождений, при общении с соседями. Какую вы интересную тему затронули, они можно просто разговаривать бесконечно. Так, я предлагаю просто, чтобы Елена Юрьевна была всегда с нами на связи, мы будем выходить с вами на связь и продолжим эти наши интересные беседы. В рамках прямого мира мы не можем так долго говорить. Спасибо вам большое. Спасибо, приятного дня всем. Спасибо, Елена Юрьевна Овсянникова, директор регионального центра финансовой грамотности, была вам в гостях. Ну, а мы движемся дальше. Культ-обзор поможет вам провести время дома с пользой. Сориентироваться, куда пойти сейчас в виртуальном пространстве.